Так сложилось, что нам выделили время погулять в торговом центре. Нормально себе. Это маленькая Милаша. Это такая тут система. Очень мудро сделано, мне нравится. Конечно, заказывали. Здравствуйте. Что Милана сделала с Танюшкой? Вау, Милаша, красотка, как ты так красиво накрасила. И пришли на перекус. Друзья, вышел на пробежку и хочу показать вот этот красивый вид. Я чуть отошел подальше. Смотрите, просто какой красивый вид. Вот там горы, как будто там зеленые. Там пустота, тут лес, деревья. Там солнце веет дальше в горку. Всем спорта, не ленитесь. Выходите на пробежку и занимайтесь спортом. Банда в очках. Милаш, мы куда едем? Сначала мне на музыку, а потом вы поедете закупаться на гороскоп. Продукты покупать, да? И посылки большие. И, по-моему, машину, марку, да? Хорошо, договор. У тебя тут румяна новые, да, тебе на 8 марта подарили? И хайлайтер, покажи. Какой крутой. Это мама вам подарила, да? Да. Это я держу камеру, а ты красишься, как зеркало, да? Милана, ты хитрый жут, да? Да. А копчик что? Милана, ты чего тут? Она увидела, что я включила камерутка яички. Чик. Слушай, а копчик что остался дома? Почему? Он пошел бегать. Бегать, пошел тренироваться? А ты, получается, сегодня тренировку пропускаешь? Ну, потому что у тебя барабаны, да? Ну, ладно. Надо иногда чем-то жертвовать, да? Ребятки, и раз уж мы едем по центру, я вам немножечко буду показывать город из окна. А что вообще вы думаете? Когда проехали все самое красивое, я начала снимать. Потому что когда красивое, я смотрю. Ладно, сейчас если еще что-то будет, покажу. До Глобуса мы еще не доехали. Так сложилось, что нам выделили время погулять в торговом центре. Тебе что надо купить? Так учимся. Только деньги давай, да? Ладно, они поехали мыть машинку, а мы на прогулочку с Викулькой. Так, дай полю девочкам. Вот машина. По скидкам. Куртячки себе присматриваем. Кофточки какие-то. Что скажете? Наверное, она мне не нужна. Девочки пошопились и пришли на перекус. Тинь-тинь. Как вы знаете, в Германии все кушают сосиски. И мы тоже не прошли мимо. И Куля сказала, что это вкусно. Я еще не пробовала. Пробую с вами. Ням-ням-ням. Вкусно? Угу. Рекомендации. И еще, ребята, мы услышали какую-то музыку, какое-то мероприятие. Мы, конечно же, идем посмотреть, что происходит. Или это какой-то розыгрыш, или это какой-то концерт. Ага. Может быть, просто реклама магазина. Девочки ходят с туфлями. Можно так сказать. По красной дорожке. Ага. Так, тут уже продолжение. Девочки рекламируют сумочки. В общем, это, я так полагаю, открытие какого-то магазина. Скорее всего. И шлама такая красивая, как по мне. Все, наелись. Заказывали? Нагулялись. Как все заказывали? Конечно, заказывали. Здравствуйте. Нам так подходит. Викуль, ты сюда? Машин. Я с другой стороны. Какими? Расскажи мне, как ты поиграла на барабанах? Нормально. Ты что, злюка? Я по-моему с собой. Что такое, расскажи? Ничего. Бо шо такое? Бо ничего. Не снимаю ты тебя? Не знаю. Ну ладно, верно. И ты по-тетюня моя. Куля. Покажись. Что, не пускают тебя в машине кушать, да? Я попылесошу, мы попылесошу. Показываем город Геру из окна автомобиля. А сейчас, друзья, будет очень-очень-очень красиво. А вот, посмотрите на эту красоту. Еще и травка уже такая зелененькая. И этот храм прям шикарнейший. Это лицей. Это я вам уже показывала как-то. А это дом, который мы с Маринкой собираемся выкупить. И построить там что-то очень важное и нужное. Красивый город, правда? И дореставрируют, наверное, здание. Ой, ой, ой. Или просто заброшенное. Так, это что у нас тут? Ой, я этого даже не видела на этой улице. Тут мы не бывали. Что-то тоже красивенные такие домики. Шикарно просто. Вот почему, друзья, я хожу всегда голову вверх. Потому что реально здание просто прекраснейшее. Так, продолжаем экскурсию из окна автомобиля. Это же такие, видите, более современные. Вот как выезжаешь из центра, уже такие домики. Тоже красивые, красочные. Давай. Танцы, танцы. Ты говоришь, как говорят, если хочешь танцевать, но нет, ты просто руками танцешь. А это мы уже в среднем городе. И здесь столько уже украшенных деревьев с пасхальными яйцами. Сейчас, если еще попадется, я вам обязательно покажу. Вот, 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 вот там было. Да, 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 очень круто. Ребята, в общем, приехали мы в этот глобус. Мне друзья рассказали, что это далеко. То есть на транспорте мы не доедем. Поэтому окопчик остался дома. Я поехала посмотреть, где тут, что тут. Это правда далеко. Это даже не верю. Но магазин огромный, я вижу. Продуктовый, походу. Нет, там все есть. Там все есть? Ладно. Вот он какой, чтобы вы понимали. Большой конкретно. Но пошли мы сначала не в магазин, а на барахолку. Мы увидели, что здесь приехала барахолка. И может быть, мы что-то нетолковое найдем. Кстати, Маринка прошлый раз купила такие ножи, когда мы ездили в город. Цвиль? Цвиль? Цвиль. Не цвиль? Я просто прикалываюсь, что это цвиль. Цвиль. А, цвиль, как плесень. Точно, на украинском языке это плесень. Я думаю, что тут такого смешного. Не берешь? Красивая очень корзинка. На пикничке. На пикничке. А, это каждая. Это 10 маленькая, это 12, это 14. Куча всего красивого. Но я вам хочу сказать, не супер прям дешевая барахолка. Бывает и подешевле. Мы ничего не выбрали. Идем в глобус. Марина, давай еще ты. А, Копчик, быстро приезжай сюда, будешь меня тоже катать на тачке. Нормально себе, котуны. Я тоже. Что, что, милаш? Мы взяли на карточку, ты здесь сканируешь. А, это так? Это здесь карта нужна? Да, и теперь берешь, и потом сканируешь то, что ты купишь. Капа, и потом просто расплачиваешь все, и все. Да ты шоу? Это такая тут система? Очень мудро сделано, мне нравится. Так, большой магазин. Ты кто? Я модель. Модель? А вы как модель ничего не бачили? Да, бачили. Париж, тебе надо в модельную индустрию. Срочно. Ребята, магазин реально гигантский. Гигантище. Но самого такого незаменимого продукта, который я давно ищу, я пока что не могу найти. Это гречка. И, к слову, хочу вас поблагодарить, дорогие друзья, за все ваши комментарии, за абсолютно любые благодарю. Но еще очень много людей нам начали писать разные подсказки. Европейцы, которые живут здесь, они, естественно, знают намного больше, не знаю, может это украинцы, может это европейцы, это не важно. Факт в том, что люди советуют. И нам рекомендовали приехать в Лобус посмотреть. Сейчас мы въем, но я пока что не нашла. Но я, конечно, могу быть не очень внимательной, так как я первый раз в этом магазине. И просто чисто физически я его не успеваю еще обойти. И еще рекомендовали в Леве посмотреть. В Леве, возле нас есть такой магазин. Мы туда, если что, еще с окопчиком тоже успеем поехать. Ой, 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 куда? Прости, прости, я взяла телефон, пустила тачку. Ребята, в общем, гречку я не нашла. Но это не значит, что ее здесь нет. Просто надо уже было идти, а я столько времени на нее потратила, что я решила все. Не надо уже мне никакой гречки, и едем домой. Вообще супермаркет понравился, все круто, огромный. Выбор всего есть, но времени мне надо туда точно побольше. Пишите свое мнение, кто местный, как вам Глобус, нравится или нет. Милашка, я, например, очень хочу Макдональдс. Что можно заказать по мобильному приложению? Только бургер Кит, пицца, все, что хочешь, только не Макдональдс. А бургер что? Бургер Кинк. Бургер Кинк. Бургер Кинк. Ты мне чик, это тебе позвать. После вкусной еды Танюшка и Милашка решили заняться красотой. Милана в наушниках что-то делает, а что увидим чуть позже. А, она смотрит сериал и делает себе прическу. Я думал, она смотрит, какую прическу тебе сделает. Она делает мне прическу, еще, скорее всего, будет мейкап. Вау. Окей, ждем. Ждем результата. Да. Иду посмотреть, что Милана сделала с Танюшкой. Я думаю, это будет вау эффект. Вау. Милаша красотка, как ты так красиво накрасила. Просто красота. Молодец, моя уличка, мой отец. Ты как красивая, да, Милан? Очень. Вот у нас, как ты называешься, пакет-махер? Пахер-махер. Пахер-махерская Миланы. Я даже не ожидала. Вот это тоже твоя накидка красивая. Она так и сказала, это как парикмахерская должно быть. Ты моя умничка, молодец. Смотри, что она делает. Милана, это что? Это новый метод какой-то. Я не поняла, что мне там... Вот это уровень, конечно же, она специально, чтобы руками твои губы не трогали. Ну ты такая японька, узкоглазка. Не заживай. Так, реакция Танюшки. Милана, а тут что за следы у меня? А тут что за следы? Это побои просто. Это как реально избил муж, а вот я тут такой. Ну нормально, ты красавица. Ну молодец, умничка. Милана, давай пить умню, молодец. Милана, в следующий раз, когда мы пойдем в ресторан, ты пайкикмахер. Ты делаешь мне мейк. Ты делаешь мою жизнь лучше. То есть я, короче... А ты видишь губы какие вообще? Королева, ты королева. Она сделала королевский мейк. Это вообще, Милана, мы с тобой звезду лить. Ты моя умница. Ты умница, моя уличка вкусная. Давай, завтра у Миланы соленование. Только посмотрите на эту милость. Если я ничего не вижу, то что дальше? По следующей карточке? Нет, там по-любому что есть. Она нам соленая. Друзья, добрый день. Мы сегодня пришли в город Рубенштейн. Рубен... Рудольфштадт. 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 А приехали мы сюда почему? Потому что у Миланы сегодня будет соревнование. И мы будем за нее болеть. И Милан у нас займет точно первое место. Да, и вас тоже всех просим. Пожалуйста, сразу же напишите комментарии поддержки, чтобы наш ребеночек сегодня выступил лучше всех. Она и так, и так выступит лучше всех. Согласна. Не сомневаемся. Так что сегодня у нас будет увлекательное путешествие в город Рудольфштадт. Рудольфштадт. И соревнование милашки по спортивной гимнастике. А цветочки тут какие. Посмотрите, как они меняются. Прям из камешков. Прелесть вы моя такая. Ой, я не могу. Какая ты красивая природа. Невозможно, невозможно налюбоваться. Художественная и спортивная гимнастика. Yes, of course. I know. Мы уже дошли. Идем в зал. Я, если честно, еще не знаю, пришли наши дети или нет. Мы отдельно ехали, они приехали на машине, чтобы не устать. А мы на поезде. Угу. Тут уже кто-то выступает. Какая-то девочка. Уже выступает. Классно. Сейчас посмотрим. Прикольно. Мне нравится. Ой, я не успел заснять. Она уже все завершила свое выступление. Тут такие маленькие девочки будут. Да, я сейчас знаю, сколько тут будет этих девочек. Не переживать? Не переживать. Хорошо. Следующая идет. Такая, ровненькая. Смотри, как идет. Стеним. Ладно, сна. И следующая. Шоу, шоу-программа будет сегодня. Выступление всех артистов мира. Так что болеем за нашу Миланку. Привет. Принцесская маленькая тоже привет. Иди ко мне. Иди поздороваемся. Какая красивая. Ты что, переживаешь? Вот она у нас чемпионка. Мы решили показывать не все выступления, потому что это будет очень долго и нудно. Мы покажем только выступления нашей девочки. Как она побеждает. Мы в этом верены. И в принципе все. А так тут уровень детский. Поэтому ничего такого, чтобы вам показать всем. Но это будет идти 4 часа. Ну да, это очень долго. Те кадры, которые мы сможем поймать, классные, мы вам покажем. И Вика тоже с нами. Привет, привет. Девочка тоже из Украины. Валерия Климентой. Ой, как идет. Молодец, девочка. Классный. Девочка огонь. Мы еще можем посмотреть на зону, где они занимаются. Разминаются. Вот здесь сейчас разминочка идет. Разминашка сейчас будет тут. Сейчас прыгну отсюда на шпакет. Тренер там. Мам, давай, показывай. Шпагат. Как надо делать? Да мы не видели, давай. Покажи, мы не видели. Шпагат, шпагат. Смотрите, как наша Милана умеет делать. Она перестала делать. Что-то так всегда, когда берешь камеру, сразу все заканчивается. А, вот она тянет на шпакет. Молодец, молодец. Я тоже так могу сегодня. Дома буду растяжку делать. Вау, разошлась прям. Не, она очень гибкая. А, ударилась или нет? Нет. А, просто резинка соскочила. Ну, Милашка, конечно же, молодец. Она так нормально шпагат показывает нам. Красотка. Так, хочу вам рассказать маленькую историю. Называется история «Суть мальчиков, пацанов, мужчин». Вот эти два ребенка сзади, видите, да? Тут, расскажу, что происходит. Репетируют тут. Репетируют тут. Растягивают. Растягивают. Есть что посмотреть. А знаете, что мальчики смотрят? Вот идет с этой стороны ширма и с этой стороны. Просто он смотрит, говорит, смотри, что там. Посмотри. Да, посмотри, что это. Я говорю, вот и вся суть мужчин, мальчиков. Просто пустоту хотят посмотреть. Ничего. И радуют. И радуют. Вау, там ничего нету. Как так? Ничего. Ничего не это неинтересно, ни это. Просто вот вся суть мужчин. Нет, не все. Это маленькие только. А возрастные тоже такие. И там наша милашка показывает сейчас что-то. Давай, покажи. Вау, вау, вау. Молодец. Умница моя. И покрутились. Микрофон упал, чуть не сломался. Мой микрофон упал. Поэтому мы сделаем ему сейчас. Бум. Туф, туф, туф. Тише, тише. Я не стой, не хорошо ставлю. Еще я упаду отсюда. Не бойся меня, не бойся. Я у тебя неизвестная девочка. Не бойся меня. Так, время. Вознаграждение. Вознаграждение. Но тут вознаграждают первых, кто выступал. Еще наша не выступала. Наша вот тут. Сидит. Татьяна. Да, классно, когда ты одна в категории, автоматически получаешь первое место. Молодец. Молодец, девочка. Но она и правда хорошо выступила. Да, мы удивились, почему она ничего не получила. Да, да, да. Я думаю, что... Прошу-то на первое место. И выходит наша девчоночка. Вон она, вон. Салатовенькая. И что, уже вознаграждение? Они же еще не выступали. Как так? Сразу призы? Нет. Приветствия. А, представление. Ты думаешь, одежда Миланы тебе идет, да? Да, мне идет. Мне кажется, что очень даже. Ну, Милане, покажешь, что ты надела. Смотри, видишь, что она надела? Милаша, мне идет, правда? Смотри, теперь кто первый проснулся, то и одевает. Тот и одевает. Наша девочка пошла. Ура! Я так переживаю. Болеем за нашу малисечку. Малисечка наша, Халюсия. Красотка. Умница, вообще просто. Малисечка наша, давай, ты можешь, ты лучшая. Милашка наша, Милашка. Давай, отжигай. Давай, 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 давай. Кричат и переживают. Молодец, Милашка, умничка наша. Красоточка, ура. Мы гордимся ею. Да, умница. У меня ладошки все мокрые. Ти-ти-ти-ти, молодец, молодец. Что там происходит, Анюша? Что там происходит? Что там за красотка бежит, 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 бежит? Не хочется, чтобы ее сейчас трогали. Да, уже время не трогать, да? Да, да, да. Сейчас сколько еще осталось в выступлении? Не знаю, может два, может три, может четыре, может пять, может шесть. Ты молодец. Почему она плачет? Она не плачет. Она просто не поймала, наверное. Опять вознаграждение, да? Мы болеем, мы держим вот так вот все пальчики. Миланка наша сделала два номера. Мы надеемся, что два будет первых места. Марко, болеешь? Да. Скажи, сайда. Да. Да. Сайда, сайда. Марко, давай. Марко, как так. Все, уже разошлась, уже настроение хорошее. Все, 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 уже понеслась. Да. Уже все закончилось. Уже, да, соревнование закончилось, выступление закончилось. Уже можно поиграть, поотдыхать. Их всего лишь девять, она ребенок, а что по-другому она не может. На соревнование с соревнованием, но ей хочется играть. Скажи свое честное мнение. Как ты думаешь, какое место займет Миланка? В танце точно Миланка первая. Там нету отдельных, одна первая или вторая? Нет, должны по категориям. Хорошо, первая, все. Я надеюсь, что первая. Так как я ничего еще не понимаю, у нее было только две потери. У остальных девочек, это я про булавы уже, у остальных девочек... Булавы говори. Буля. Буланова. Булав. Булав. Первая, она даже идет первая уже, это Милаха. Это маленькая Милаха. Это восьмое место. Ну ты, малышка моя, конечно же, ты даешь. Ну я подумала, ноен, значит, девять. Ладно, ничего страшного. Седьмое место. Я же хорошо знаю язык, понимаешь? Шестое место. Остальные пять человек. Уже призовые. Пятое место. Четврётое место. Уже в финальной двойке. Уже в финальной двойке первое место будет. Ура, 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 ура. Ура, ура, ура. Милана Копрынчик. Милашка, умница. Ура, 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 ура. Молодец. Миска моя любимая, молодец. А я же говорила, а я же говорила. Что ты говорила? А я же говорила. Первое место будет. Я ей ничего не говорила. Я говорила. Рассказывала, сцены там, категория, не категория. Молодец. Красотка наша. Выходим. Выходим. Ура. Победительница. Вот и наша девочка. Молодец, умничка. А как идёт, а как она идёт, эта мышка, я не могу просто. Принцесса. А какое у неё платье такое. Это не платье. Самое лучшее, костюм. Костюм, костюм. Молодец, умничка. Да, такая хорошая. Все хорошие, все девочки молодцы. А наша лучшая. Мышка, это, конечно, всё. Это всё, это победитель. Милаша. 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 Маси, маси. Праздник сегодня. Бачно? Марина, поздравляю. Медикам не моя. Это что? Это что? Это что? Это чемпионка тут такой. Я. Хочет со мной обниматься. Она везет к тебе. Хочу чуточку показать вам город этот. Вот там. Да, видите, вот за какими стенами замок. А здесь что? А, это воду можно было набирать. Это ванная. Ванная? Тут можно купаться. Ой, как красиво, ребята, посмотрите. Точно как ванная, слышите? Хочешь купаться? Залезай. Вот это мы попали в красоте нища. Зая, замок, еще один. Ой, а тут понимаешь, тут замок в замке еще. Зая. Зачем эта красота, непонятно. Не, ну есть люди, на работах, наверное. Да, и воскресенье сегодня. Смотрите, какая на мире красивая старинная. Вообще не рабочий день. А, воскресенье сегодня. О, то поэтому нет людей. Все. Все, мы нашли. Оправдание. Где наш рестик? Нету рестика, сегодня ничего не работает, малышка. Должно работать. Не, кафешки должны работать. А вот это я сразу хотела сюда зайти. А копчик сказал, нет, нет. Так наши шли просто вперед. Ну да, наши все пошли туда. Вот у нас. Смотри, такие места. Ага. Фотозоны. Ой, как прикольно. Игровые зоны для детей. Да, 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 да. Ой, как интересно все. Смотри, тут какой бассейн. А, цветы, ребята, цветы. Зая, подожди, белые. Я еще белых не видела. Смотри, сюда смотри, бассейн. Лежаки. А, ну бассейн. Лежаки, все есть. Ладно, вообще там место очень классное, очень красивое, честно вам говорю. Все тут себе довольны. В том месте мы не сели, там места не было, к сожалению. Сейчас мы пришли еще в какие-то кафешки на центральную площадь. Тут народу хоть есть, люди двигаются. Люди? Ну да, то видимо такая не центральная улочка была. Люди работают себе, наверное, ротка. Вот видишь, а ты сразу расстраиваешься. Ну, в любом случае, зая, для такой красоты реально очень мало народу. Да, да, хочется побольше. Малышка моя покушала, она счастлива. Я тоже. Мы поели суши. Извините, мы забыли снять, потому что мы были чуть больше голодные, чем думали. Сразу накинулись и проглотили суши. По поводу суши. Сначала мне не скажет, моя дорогая, а потом я. Начинаем. Мне понравилось. Я очень давно хотела сушиков поесть. И мы зашли какие-то прям китайцы, работали. И очень вкусно приготовили. Молодцы. И быстро. Самое главное. Да, а мое мнение такова. Там приготовили мои любимые маленькие. Я забываю постоянно, как они называются. Это не суши, это по сути роллы. И я вот этот вариант самый простой, люблю больше всего. Когда без всяких дополнителей. Там рис. Просто с огурцом. Рис с огурцом. И сверху это черная штука. Да, я еще рыбу не ем. В целом, в общем и целом. Удачная версия, удачный поход. Стоимость недорогая. По сути такая, как и во всех ресторанах. По ценовой политике. А по вкусу прям смогу сказать вау. Мне понравилось. Молодцы. Сейчас двигаемся уже к поезду. Потому что уже полдня гуляем. Хочется уже домой. Да, малышечка? Да, еще поверни вот это здание. Покажу здание, здание. Смотрите. Вау! Какое красивое здание! Не забывайте, друзья. Включайте у себя в городе синдром туриста. Поднимите голову и посмотрите наверх, направо, налево. Как все это красиво. А то ты иногда в своем городе всю эту красоту не замечаешь. Так как ты там живешь. Совет от окопа. Включайте синдром туриста. Друзья, проблема у нас. В воскресенье ничего не работает. И эта большая проблема есть тут. Единственные места, которые работают, это какие-то рестораны, бургерные. Но мы сейчас зашли в пиццерию, хотели пиццу заказать. И сказали, надо ждать полтора часа. Понимаете? Чтобы взять пиццу одну. Получается, в пиццерии можно, нужно заказывать через приложение заранее и прийти забрать. С этим тут, конечно же, большая проблема с едой, получается. Если мы не купили еду и хотим что-то съесть, не получится. Надо подождать. Надо заранее об этом обдумать. Это не такой вариант, как у нас в жизни всегда было. Пошел, заказал, взял, поел. Так где угодно. Ты всегда можешь зайти, сесть. Тут нет. Тут так просто не зайдешь. Так просто не получишь. Просто войдешь, ты не получишь то, что хочешь. Да, зайдешь и выйдешь. Сейчас нашли бургерную во близости. Попробуем. Американский бургер там есть. Если там будет открыто, если там будет место, если там не будет море заказов, то, может быть, мы покушаем. Я надеюсь, что там у нас получится поесть. Просто смотрите, улица в воскресенье. Пустота. Одна, две машины и то. Они, наверное, едут за едой. Так же, как и мы потерялись. Да нет, а европейцы местные, они не едут за едой. Они все купили и кушают дома. Они никто никуда не ходит. Это мы только можем швендить туда-сюда. Швендить? Потому что хотим есть. Так, друзья, это какой-то мини-замок. Я надеюсь, тут сейчас место будет. И мы в этом красивом мини-замке с Танюшкой покушаем. Вкусный бургер. Я? Я хочу сказать ура, нам повезло. Тут есть место, где сесть. Тут уже вкусно пахнет едой. И Танюшка обматывалась с пледом. Ладно, все, выбираем. Пока что выбираем. Выбираем. Ну что, малышка, что ты заказала? Чизбургер. Чизбургер. Блум. Короче, с сыром брю. И хот-дог. Какой-то... Горн-дог. Хон-дог. Красивый хон-дог. Вкусный, не знаю. Друзья, у меня, если честно, уже слюни вот так идут. Потому что тут так вкусно пахнет бургерами. И держусь, не могу. И вообще мы рады, что мы нашли такое уютное кафе. Да, мы очень рады, что нашли это уютное кафе. Я это подметил. Когда мы выбирали что-то на 8 марта прийти, мы присмотрелись к этому заведению. Тут были очень хорошие оценки и отзывы. Я думал, если мы никуда не сможем попасть, в принципе, и так и получилось, мы никуда на 8 марта не смогли попасть, мы придем сюда и устроим себе бургерную 8 марту. Но Танюшка покинула меня на этот 8 марту день, вечер. А я один не хотел прийти. И сейчас сегодня получилось, что мы и так пришли. Да. Быстренько тут покажем. Вот тут чуть-чуть хочу показать. Давай, покажи. Что тут у нас есть красивого? Барная столочка. В общем, все в таком очень прикольном стильчике, старинном. Тут уже ничего такого особо. Нет, вот это что у нас? Даже не знаю, что это, печка какая-то. Похоже. И там маленькая информация об этой бургерной. Я прочитал, что тут хозяин, именно если даже не ошибаюсь, человек, который сам готовит бургеры, он американец, он специально из Америки приехал сюда, открыл эту бургерную как свой бизнес, и тут начал уже развивать все это. Изначально это был маленький фудтрак. Если Танюшка вот покажет, если не ошибаюсь, вот этот белый. Белый, белый, белый. Да, да, да. Вот этот фудтрак. Это вот так все начинало, все нило. А потом уже потихонечку начал развиваться, развиваться, и вот это все у него получилось, так как у него очень вкусный бургер. Все. Показывайте. Друзья, в общем, быстро показываем бург, бург и корн-дог. Хорн-дог, борг и бун-дог. Ну, ладно, будем знать, что корн-дог больше нельзя заказывать, просто нужно заказать буль-дог. Приятного аппетита. Будь-мейт-дог, да? Приятного аппетита. Ну, что, скажешь, малышка, вкусно, да? Ммм. Я половину съел. Я не особо впечатлен этим корн-хот-догом, но ничего страшного, бывает. А бург, 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 бургер, Танюшка говорит, очень вкусно. Она свою долю. Так как я люблю брит, то мне, конечно, шикарно. Не трогай, я возьму. Я хотела тебе подарить. Я возьму. Все приятного подарка. А хот-дог, ну, интересно, да? Это реально очень вкусно. Танюшка уже долго есть очень, но я уже все там хорп. Вы знаете меня. Я быстро проглотил и кайфанул. Это секунды даже не длилось, полсекунды. Классно, вкусно. Мы обязательно сюда вернемся. Я доволен, просто нету слов. Так, малышка моя, большое спасибо, что ты согласилась со мной посетить эту замечательную бургерную. Мы, наверное, расхвалили, даже не знаю, как можно было так сделать. Но все, мы бегом домой. Дома у нас сегодня отмечаем праздник, праздник Победы Миланы. Ура, все, двигаемся домой. Продолжение следует...